Всем привет! С вами я, Келвин МакКаллистер, тот самый парень, который 15 лет назад снимался в фильме «Один дома». Но что-то пошло не так, и из Голливуда я приехал в Россию, изучил язык, и именно поэтому сегодня я буду снимать обзор на новый Kia Sorento Prime. Автомобиль, конечно же, анонсирован всему миру в далеком 2014 году. С 2015 года автомобиль продается по всей России, и именно о нем мы сегодня подробно поговорим. А начнем мы с главного. Это цены. Друзья, цены на автомобиль стартуют с 1 миллиона 900 тысяч рублей и доходят до 2 миллионов 700 тысяч рублей. Это прям самая топовая версия будет, самая жирная GT. Средние же цены, по которым автомобиль выкатывает из автосалонов, это 2 миллиона 200 тысяч, 2 миллиона 400 тысяч, с учетом различных скидок. Какую реально скидку вы можете получить, придя в автосалон с наличным расчетом, я вам скажу, конечно же, но все это будет в процессе видеоролика. Сегодня на дворе 1 декабря 2017 года. Автомобиль по России уже катается 2 года, поэтому давайте трезвым взглядом взглянем на него и оценим его внешность. А здесь, как вы видите, все достаточно сдержанно и простенько. Автомобиль 100% семейный. Об этом уже все сказали. Он преподносится как семейный автомобиль. Он у нас семиместный. Вот у меня у товарища тоже есть Kia Sorento Prime. И купил он его почему? Потому что в семье родился второй ребенок. Конечно же, на вкус и цвет все фломастеры разные, поэтому говорить то, что он обычный и скучный, мы не будем в тот же самый момент говорить то, что он какой-то агрессивный. Ну, парни, посмотрите сами. Мы вам сейчас покажем автомобиль по кругу. Напишите ваше мнение, вот по внешнему виду как. Есть, конечно же, версия GT. Там автомобиль смотрится поинтереснее, более задиристый. В нашем случае, скажем так, штатная версия для города. Ну и с другой стороны, если этот автомобиль изначально идет как семейный, кому нужны какие-то там понты, скажем так, какая-то задиристость. Вот что такое агрессия в автомобиле? Ну, допустим, давайте представим то, что рядом бы здесь стоял сейчас Infiniti QX70. Вот там действительно молодежность такая чувствуется, агрессия, подрыв. Ну, смотришь на машину, прям хищник стоит. Вот наша версия непосредственно стоит порядка двух с половиной миллионов рублей. И что мы за это получаем? Оптика у нас идет биксеноновая. Это AF-LS фары, которые могут сидеть за рулем. То есть ты едешь влево-вправо, они работают вместе с тобой. Диодные ходовые огни есть. Противотуманки у нас тут галогеновые большие. Кто-то сейчас скажет, а почему нет диодной оптики? Есть диодная оптика, просто она идет в топовой версии GT. Решетка радиатора стандартная для Киева. Передний бампер идет с относительно большим свесом. То есть припарковаться в городе можно сделать это без проблем. Но автомобиль у нас длинный, поэтому куда-то ехать на бездорожье я бы не стал. Уже много сделали тестов и показывают то, что все-таки это полноценный кроссовер для города. Габариты автомобиля вы сейчас видите на экране. И как обычно, каждая новая версия всегда становится чуть больше. Длиннее, шире, становится другая колесная база. В общем, автомобиль по пространству стал немного больше. Это плюс, конечно же, уверен, что выйдет новая версия. И она также где-то по чуть-чуть в миллиметрах, но прибавит. В конкуренты с этим автомобилем ставят, ну в первую очередь, Hyundai Santa Fe. Хотя Kia и Hyundai это один концерн. Далее, у нас идет, сейчас вот вышла Mazda CX-9. Она гораздо дороже по цене и менее оснащена, чем этот автомобиль. Skoda Kodiaq. В общем, много автомобилей, вы сами прекрасно знаете. Перечислять каждый я не буду. И более того, частенько говорят, а давай сравним, давай сравним. Парни, если мы начнем сейчас этот автомобиль сравнить с другими, видеоролик будет часа на два. Но для объективности нужно каждый автомобиль хотя бы как минимум поставить рядом. Поэтому мы пока что на этом останавливаться не будем. Давайте пойдем в подкапотное пространство. Там мы потратим совсем немного времени. Объясню почему. Открывая капот, я хочу с вами затронуть такую тему. Ну смотрите, сегодня нынешние корейцы по надежности получаются как немцы в 90-е. Но на самом деле, конечно же, на всех автомобилях линейного ряда Kia и Hyundai встречаются нарекания. Бывают гарантийные случаи, бывает заводской брак. Но по факту давайте разбираться. Смотрите, у нас идет линейка из трех двигателей. Первый двигатель это наш. 200 сил, объем 2,2 литра. Дизель. Что он из себя представляет? Очень хороший крутящий момент под 450 ньютон метров. Гон заявленный до первой сотни 9,6 секунд. В автомобиле нет кикдауна. Подрыв действительно очень хороший. Вот мы катаемся на автомобиле, прям вот если едешь 20. Газку в пол даешь, его аж прям подрывает. Маркировку нашего двигателя вы сейчас видите на экране. Всем, кому автомобиль интересен, можете самостоятельно почитать. Но я вам говорю, перелопать весь интернет вряд ли вы найдете каких-то повальных негативных отзывов. Как правило, плюс-минус, но таких жалоб прям серьезных нет. Работает двигатель в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Естественно, в автомобиле установлена турбина. В остальном же, на что здесь частенько бывает нарекания можно найти все-таки? Ну, что поджирает масло. Но такая проблема редкая и не повальная. Тем не менее, есть отзывы такие на драйве. То есть, находил, люди пишут. В тот же момент, знаешь, видел такую ситуацию. Прихожу утром на стоянку брать автомобиль. Стоит холодно на улице. Человек открыл капот и начинает мерить уровень масла. Не прогрел автомобиль. То есть, делает это с нарушением. Наверняка потом может жаловаться, говорит, вот жрала масло. С точки зрения общей надежности. Ну, смотрите, на автомобиле идет гарантия 5 лет и 150 тысяч пробега. Это действительно хороший показатель. Производитель за машину ручается. Это я адресую всем тем, кто скажет, что вот 300 тысяч она пройдет. Тогда посмотрим результат. По факту она и 300 тысяч может пройти. Да, конечно, я за нее не ручаюсь. Может быть, какие-то поломки будут. Без этого никуда сегодня. Все автомобили со временем ломаются. Тем не менее, первые 200 тысяч здесь можно кататься и особо не бояться ничего. На что здесь советуют еще обращать внимание, ну уж совсем из мелочей. Так это следить за антифризом. Все. Можно закрывать капот и идти дальше. Вот касаемо дизельного двигателя, больше сказать и дополнить нечего. Коробка надежная. Никто на нее особо не жалуется. Повторяюсь еще раз. Чисто заводской брак может нарваться. Все. Дальше у нас идет бензиновый двигатель. Объемом 2,4. 188 лошадей. Точно такой же двигатель устанавливается на Kia Optima GT Line. Крутящий момент там 230 ньютон метров. Жрет бензин достаточно хорошо. Средний расход по городу будет примерно 12-14 литров. При этом заявленный разгон у него до первой сотни 10,5 секунд. Далее идет двигатель топовый, скажем так, V-образная шестерка. 3,3 объема двигателя. 250 лошадей. Там разгон 8,2 секунды. И его можно смело назвать пожирателем бензина. Потому что там расход будет далеко за 15 литров. А все почему? Конечно же, когда автомобиль презентовали на Россию и говорили, что вот линейка из двигателей, она абсолютно новая. Новая для России. По факту эти двигатели уже существуют, ну я думаю, лет 10 точно. Возможно, могу ошибаться, плюс-минус, но 7 лет им есть 100%. И вот именно в этом можно отметить минусы. Так как у того же самого V-ага двигатели идут с более меньшим объемом. Там меньше лошадей, там стоит турбина, но они более технологичные. Там лучше расход топлива. То есть он маленький. На основании вышесказанного здесь дополнить больше реально нечего. Поэтому кашу по тарелке мы размазывать не будем. А пойдем дальше. Оп. Оп. Газоупоры. В самом начале не сказали. Мелочь, да, согласитесь. Но приятно. Открыл капот. Ничего не надо держать. Капотик, конечно же, не тяжелый. Но все по стандарту. Дорожный просвет у автомобиля 185 мм. Многие задаются вопросом, а почему так? Почему не сделали чуть-чуть повыше? Так как у всех конкурентов, как правило, просвет идет 200-210 мм. Я же думаю, что автомобиль просто-напросто реально длинный. И поэтому сделать его еще повыше на большой скорости он наверняка был бы очень валкий. Так как здесь подвеска стоит по такому принципу, что она настроена на более плавную езду. И на большой скорости, влево-вправо, на нем не стоит вообще вот этих вот резких движений делать. На момент 2014 года автомобиль построен на базе новой полноприводной платформы. Тем не менее, подвеска здесь осталась та же самая. Спереди у нас идет типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска независимая, многорычажная и тоже со стабилизатором поперечной устойчивости. Вес нашего автомобиля тонна 800-тонна 850 в зависимости от комплектации. Диски тормозные, передние вентилируемые, задние тормозные просто дисковые, невентилируемые. Как правило, такие диски очень легко перегреть. Все вы про это прекрасно знаете. Той же самой болезнью страдают и японцы. Если один-два раза хорошенько тормозиться, уже будут неэффективные, скажем так, тормоза. Поэтому на этом автомобиле ездить нужно спокойно. Для города самое оно. Полный привод здесь подключаемый. Заехать куда-то в заснеженный двор, когда вы едете на дачу, даст возможность. Отправиться куда-то в горы на нем не стоит. Не забывайте о том, что автомобиль длинный. Вот посмотрите сами на длину автомобиля сбоку. И обратите внимание на колеса. Вот как вы думаете, какого они размера? Здесь диски идут 19-й и резина идет 235 на 55. Хотя смотрится, ну как бы я изначально подошел к автомобилю и думал, ну 18-е. То есть сюда красиво войдут 20-е, 21-е колеса. Но здесь это не нужно. С точки зрения лакокрасочного покрытия здесь старая песня о главном. Все зависит от того, как вы будете эксплуатировать автомобиль, как вы будете за ним следить, как вы его будете мыть. Понятное дело, что убить машину можно и за 50 тысяч. На этом мы останавливаться не будем. Кузовы все едут оцинкованные. К чему могут быть претензии? Бывает так, что вот этот хром, а его здесь в принципе много, вызывает нарекания, начинает облазить, за этим нужно следить. Такое бывает. Переходим к задней части автомобиля. Двери на самом деле тяжелые. В этом есть свой плюс. Оцените сами, сколько места. Машина у нас хорошо укомплектована. Имеет бесключевой доступ. Когда глушишь автомобиль, сиденье откатывается назад. Я его сейчас подвинул специально вперед. Оно настроено под меня. Присаживаюсь назад. Садиться удобно. Место, я бы не сказал, что здесь прямо место вагон. Исходя из того, что есть третий ряд, сиденье сейчас откатилось полностью назад. Все равно не очень удобно. Конечно, передвигаться можно по городу. Но мой рост метр восемьдесят два. Вес мой восемьдесят килограмм. Ездить можно, плакать точно не буду. Панорамная крыша есть. Есть у меня подлокотник, подстаканники, обдувы. Климат-контроля для третьего ряда в нашей комплектации нет. Я думаю, в топовой версии это наверняка есть. Могу ошибаться. Все самое необходимое для передвижения по городу присутствует. Изысков, конечно же, не представлено. Садиться назад я не буду. Там места достаточно для детей. Мы это делали с CX-9. Я думаю, здесь будет плюс-минус одно и то же. С точки зрения отделочных материалов, все стандарта для Kia. Что-то новенького здесь не появилось. Конечно же, как всегда у корейцев хорошая комплектация. За свои деньги автомобиль укомплектован по полной программе. Об этом мы поговорим, когда сядем за руль автомобиля и покажем вам интерьер. Бак у автомобиля семьдесят один литр. Запас хода будет примерно семьсот километров. Переходим к задней части автомобиля. Фонари. Многие отмечали, что фонари идут от Audi. Ну, понятное дело, потому что в компании работает дизайнер Питер Штоллер. Не помню его фамилию. Но вы знаете все прекрасно. Любой обзор касаемо корейцев, где он присутствует, всегда упоминает свою фамилию. Ну, так сказать, поддержал традицию. Вот что-то прямо такое выделить. Знаешь, сказать, во, смотри, прикольно. Ну, здесь вот я не могу. Стандартный автомобильчик, семейный, спокойный. Конечно же, у нас идет система кругового обзора. Фонари задние мне так и вовсе напоминают фонаря Таурега. То есть, какие-то пересечения лично для меня есть. Запасное колесо здесь расположено снизу. Выхлопная система у нас идет один патрубок с правой стороны. В общем, все стандартно. Открываем багажник. Здесь есть система интеллектуального доступа. То есть, можно включить кнопочку. И когда вы подходите к автомобилю, он будет открываться сам. Но обратите внимание, потому что сейчас холодно. И он открылся не до конца. Вот в этом-то как раз и кроется один из минусов корейцев. Вот у них всегда есть какие-то такие нарекания, знаешь, по мелочам. Вот простой пример вам привожу. Человек купил автомобиль новый. Выехал из салона, покатался. Потом выяснил, что подогрев задних сидений не работал. Это писал один из наших зрителей в инстаграме канала. Вчера я сделал пост. И мы уже начали этот автомобиль обсуждать. Поэтому подписывайтесь, все, кто не подписан. И вот так по мелочам можно продолжать. У меня у друга автомобиль Kia Sportage. Мы его снимали. Никитка, Никитка, привет. Передаю тебе с телевизора. Привет. Так вот суть в чем. Там тоже по мелочам. Однажды у него сломалась камера. Ну, просто перестала показывать. Потом она сама же починилась. То же самое происходило с мультимедией. То есть, какие-то непонятные вещи происходят. И как некоторые говорят. Но корейцы, стандартно просто корейцы. Все классно, всего много. Но вот косячки присутствуют. При загруженном автомобиле, отмечая то, что стойки, бьют, например, в отбойник. Багажник у нас 650 литров объем. Если сложить сидение, конечно же, будет там 1700. Если третий ряд сидений поднять, то в таком положении багажник будет у нас примерно 150 литров. Даже чуть меньше. Перевозить какие-то различного рода продукты хватит места. Понятное дело, если ты поедешь за каким-то крупногабаритным грузом, то ты семью с собой брать не будешь. Отправишь туда один. Здесь говорить больше нечего. Качество отделочных материалов вы все прекрасно знаете. Мы идем дальше. Парни, магия монтажа. Пересаживаемся в салон. Посадка на самом деле удобная. Дверь тяжеленькая, массивная. Садимся, заводим автомобиль. Еду, еду, еду. Видите, комфортный доступ. Дизель. Не знаю, слышно вам сейчас, не слышно. Но сидя в автомобиле, в салоне, отчетливо слышна работа дизеля. Если включить радио, включить печку, конечно же, это не слышно. В движении не слышно. Но когда стоишь, тарахщение есть, вибрация легкая все равно присутствует. Какой минус дизеля? Ну, в первую очередь, как всегда говорят, у нас в России хреновая соляра. Поэтому зимой, в лютый мороз он может тебя подвести. Многие ставят естественным вебазу, но не многие, а поголовное большинство, скажем так. Второй минус, ну, точнее не минус, а особенность работы. Приезжая на парковочку после длительной поездки, нужно остановить автомобиль и дать ему несколько минут поработать на холостых. На профессиональном жаргоне владельцев это называется дать отдохнуть турбине. Словно мясо жарят. Ну, знаешь, мясо пожарят, надо дать ему чуть-чуть отдохнуть. Но два неоспоримых и значимых плюса. Это первый, расход топлива. Второй, тяга. На низких оборотах, в городе, ну, даже до 130, здесь очень хорошая тяга. Газку в пол даем, машина начинает ехать. Давайте обратим внимание теперь на интерьер. Вот покажи, пожалуйста, ему просто потихонечку проведи кадр. Пусть ребята сами оценят интерьер. А я знаю, что многие из вас, кто не владелец, скажут, да ну нахрен вообще, как-то это все дешмански выглядит. Я с этим частично, конечно же, согласен. Вот это вот мне больше всего прикалывает. Знаешь, когда пластик идет, и он прострочен, вроде бы как будто это кожа. Вот думаешь, а зачем это делать? Для красоты? Ну, не знаю, можно как-то додумать, доработать. Ну, нафига вот этот пластик брать, его прострачивать. Мультимедиа у нас стоит маленькая. Явно видно, что она уже старенькая, то что прям напрашивается сюда что-то уже более новое, современное. Вот эти все крутилки, кнопки. Вот реально, по ощущениям, по тактильным, все дешево. Тем более вот эта ручка. Такая же ручка, мне кажется, стоит и в Kia Rio. Ну, реально, вот ее прям берешь и думаешь, блин, машина стоит 2,5 миллиона. Ну, хреново. Пластик. Легко его угвоздокать, скажем так. Все блоками идет, как обычно. Все узнаваемое. То есть та же самая вот часть, например, есть там и в Optima, и в других автомобилях. Я знаю то, что скоро выйдет на наш рынок в 2018 году Kia Stinger. И вот это будет интересно, потому что там интерьер сделан совсем по-другому. Он, можно сказать, реально обновлен. И я думаю, по основе этого интерьера все новые Kia будут идти, собственно, по такому же примеру. И это будет круто, потому что там действительно интересно. Здесь же садишься, ну, на вкус и цвет. Вот на вкус и цвет, реально. Руль, все это как бы кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне, например, вот эта часть вообще не нравится. Ну, реально, как-то смотрится вообще как-то очень дешево. Мы, когда первый раз зашли в автосалон, это было примерно полгода назад. Вот мы садимся с женой, вот в этом автомобиле. Версия стоила 2 миллиона 600 тысяч. Я ей говорю, как ты думаешь, вот сколько он примерно стоит? Она посидела, посмотрела и говорит, такая, ну, наверное, миллион 600. Вы представляете? Миллион 600, то есть на миллион ниже по ощущениям. И на самом деле это так и есть. Возможно, это сугубо мое личное мнение. Напишите ваше мнение в комментариях, вот насколько вообще автомобиль тянет. Мы посмотрели его внешне, посмотрели его по интерьеру. Мультимедиа с возможностью показывать навигацию, но прежде нужно установить SD-карту. Далее, есть подогревы сидений, есть вентиляция сидений, есть электронный стояночный тормоз, есть автохолл, тоже очень удобная функция. Можно включить блокировку, есть круговой обзор. В общем, автоматическая парковка есть. То есть ты можешь подъехать, машина сама запаркуется. Здесь, на самом деле, с одной стороны, вроде бы, вау, как круто, а с другой стороны, это все стандартно для Киева, поэтому этим уже никого не удивить. Я думаю, вы все про это знаете. Про автомобиль мы больше здесь рассказывать ничего не будем. Отправляемся вместе с вами на тест-драйв. И отправляясь дорогу, первое, на что мы всегда обращаем внимание, это, конечно же, обзорность. И здесь, слава богу, к этому претензий никаких нет. Зеркала большие, внутреннее зеркало достойное, заднее стекло тоже большое, поэтому контроль над автомобилем полный. Проезжать узкие дворы помогает круговой обзор. Но не забываем о том, что камеры, установленные по такому принципу, вот в такую погоду, как сейчас, их заляпать очень легко, передвигаясь на небольших скоростях, условно до 40 км в час, дизельный двигатель, конечно, характерную свою работу выдает. Ну и действительно, как на тракторочке таком, едешь газку, даешь, прям слышишь, что это тар-тар-тар-тар-тар. Но стоит разогнаться чуть больше 40, все, ощущение такое, что ты едешь на бензиновом моторе. Если поговорить про шумоизоляцию, ну смотрите, мы сейчас передвигаемся в пробке. Справа от нас едут КамАЗы, тарахтят. Мы едем потихонечку, выключили музыку, печку поставили на минимум. И я вам скажу то, что для города шумка достаточная. Конечно же, если выйти на трассу и разогнаться на автомобиле больше 100 км, шум будет присутствовать. В основном это будет идти шум от колес. Поэтому шумку арок делать здесь необходимо. Не понимаю почему, но на всех автомобилях до определенной цены. Это проблема частая. Вот шумка арок, шумка арок. Частенько это можно услышать и в обзорах, и среди мнения и отзывов реальных владельцев. Стандартная проблема. Но хотя шумка арок это не такое дорогое удовольствие. С точки зрения посадки и эргономики. Автомобиль высокий, посадка здесь тоже высокая. Садишься, под себя настроить его элементарно. Сидение на самом деле удобный. Подлокотник большой слева, справа. Ты сидишь все комфортно. Единственное, что напрягает, что именно качество отделочных материалов. Все равно как-то сидишь, чувствуется дешевизна такая присутствует по салону. Приборная панель тоже интуитивно понятная. Ничего здесь объяснять не нужно. Вот сейчас 10 секунд посмотрите, сразу поймете, что где расположено. Видите, да, моргает у нас датчик давления. Заднее левое колесо у нас слегка приспущено. Знаешь, автомобиль не дарит каких-то эмоций. Чувствуется, что он семейный. Жена сидит, едем сейчас за детьми. Потом надо на рынок съездить, картошки купить. Покажи, пожалуйста, сейчас так дороги. Есть один у него плюс. Это дизелек, то что он хорошо тянет. Вот мы сейчас едем 60 и даю газку в пол. И пошел. Ну пошел это все относительно. Знаешь, вот подхват есть для автомобиля, который весит почти 1900 килограмм. Но чего-то прям такого необычного здесь нет. Вот хорошо он хватает примерно 40 километров. Но вот если выйти на нем, на трассу и на 150 нажать в пол, да ничего не произойдет. Подчеркиваю, 9,6 секунд до 100. Это мало, это реально мало. Поэтому делайте выводы, понимаете, что динамика здесь не бешеная. Но если его раскочегарить, поиграться с ним, перейти в ручной режим, по городу можно будет попрыгать на нем. Прямой участок, стоим на месте. Газ пол. Оп, хорошая тяга. Ну действительно хорошая, 60. Тормоза тоже не очень хорошие. Ну, схватывают. У нас резина не зимняя. Обычная летняя резина стоит. Но всем тем, кто хочет подороже, дилеры всегда скажут, конечно, идите, есть премиальные бренды. И знаете, вот сейчас по радио гуляет такая реклама, вот мне она очень нравится. Мерседес, Е200, полный привод, спешите, спеццена 4,5 миллиона. Хочет сказать, да, да, я уже бегу, позвонит, скажет, тормозите мне одну, 4,5 миллиона, да, да, где вы? Касаемо управляемости. Ну давайте с вами поговорим на чистоту. Кто из вас может назвать автомобиль, который будет на скорости до 100 метров в час в городе плохо стоять на дороге? Да нет сегодня таких машин. Все машины стоят на дороге в городе в принципе адекватно. Если же выйти, конечно же, на трассу, разогнаться и начать играть в шашки, перестраиваться влево-вправо на этом автомобиле, это, во-первых, небезопасно и здесь этого делать вообще не нужно. Машина семейная, машина для спокойной езды. Автомобиль можно разогнать, но я считаю то, что крейсерская скорость для него будет до 160-170 километров. Это для спокойного передвижения, чтобы вам было комфортно находиться за рулем. Конечно же, все зависит больше от профессионализма. Напоминаю вам то, что я вас призываю придерживаться правил дорожного движения, соблюдать их и ездить аккуратно. Подвеска в автомобиле настроена на плавную езду. Вот в городе передвигаться на нем комфортно. Допустим, мы проезжаем лежачие полицейские, он их отрабатывает. Но я знаю о том, что если выйти на какую-то проселочную дорогу, которая будет разбитая сильно, ехать на автомобиль, он будет раскачиваться. В любом случае, если небрежно относиться к автомобилю, со временем его ушатывать, не специально, понимаете, не специально. Ты просто будешь ездить, кататься, ну попадаешься на плохие участки дороги, в яму попадаешь. Можно подвеску легко убить, будет себя громыхать. Если ты хочешь купить этот автомобиль, у тебя большая семья, но в тот же момент в крови у тебя есть вот это желание получать драйверские ощущения от автомобиля, я тебе 100% говорю, покатавшись на нем годик, полтора, у тебя постоянно будет желание купить какую-нибудь себе зажигалочку. Пусть это будет вторичка, пусть эта машина будет 5-7 лет, но ты будешь хотеть купить что-то такое, какую-нибудь купешечку, седанчик, именно как автомобиль выходного дня. Потому что здесь вот ощущение такого, знаешь, ну спокойствия реально, на нем гнать неохота. Хочется просто передвигаться, слушать музыку и смотреть в заднее зеркало, как твой ребенок сидит, там что-то ест, пьет. В общем, ты меня понял. Друзья, пришло время делать выводы по автомобилю. Первое. Надежный ли этот автомобиль? Да, его можно назвать надежным, но не забывайте о том, что вы наверняка будете сталкиваться в процессе эксплуатации с какими-то мелочами. А мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все. Второе. Технологичен ли этот автомобиль? Нет, конечно же. Двигатель старый, коробка старая, но как мы привыкли с вами говорить, главная надежность. Она не ломается, можно быть уверенным, что вы сели и уехали очень далеко, и машина вас в процессе эксплуатации в дороге не подвела. Тем не менее, расход у автомобиля у дизельного примерно 11 литров по городу, у бензиновых версий эта цифра будет за 14 литров в горочку. Третье. Стоимость содержания автомобиля. Здесь технические обслуживания не стоят бешеных денег, колеблется цифра от 12 до 20 тысяч рублей, в зависимости от того, что вы будете делать на техническом обслуживании. По содержанию, например, страховка на автомобиль тоже стоит, в принципе, адекватных денег. Можно найти за 60 тысяч, можно найти за 100 тысяч. Все зависит от того, какую вы каску возьмете полную, с франшизой, без франшизы. В общем, цены здесь подъемные. Четвертое. Сами цены на автомобиль. Стартует он с отметки 1 миллион 900 тысяч рублей, доходит до отметки 2 миллиона 700 тысяч рублей. И вот здесь самое время поговорить о скидках. Вот реально зайти в автосалон сегодня, за наличный расчет, это самый честный расчет по автомобилю, можно сбить как минимум 100 тысяч рублей. Если поторговаться, ты реально можешь сбить 150 тысяч рублей, 170 тысяч рублей. Вот в этом диапазоне 150-170, это будет хорошая скидка. Плюс тебе что-то подарят из подарков, ну, возможно, защита картера, сеточка, ну, по мелочам. Если же ты будешь ждать трейд-ин, будешь брать частичный кредит, будешь делать страховку у дилера, цифра может дойти до суммарности в 250 тысяч рублей. Я надеюсь, что обзор автомобиля мы сделали объективно. В любом случае, за предоставление автомобилей я благодарю группу компании Автоспеццентр во главе с дилером Киа, который сегодня нам пошел на уступки, дал покататься на автомобиле. Друзья, не забывайте, если вдруг вы заинтересованы в покупке такого автомобиля, пишите в первую очередь мне, я постараюсь для вас выпросить хорошую скидку. Чтобы вам не пришлось бегать по всем автосалонам, пообщаемся, как минимум вам будет от чего отталкиваться. У меня же на этом все, я вас всех приглашаю в комментарии для обсуждения. Парни, обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, там выходят в себя только анонсов, в которых вы можете высказывать ваше мнение заранее. Напоминаю то, что сейчас вышла обновленная Mazda 6, ну как обновленная, новая Mazda 6 в новом кузове, о которой мы снимем новостной ролик, скорее всего, на этих выходных. Что будет дальше? Будем снимать все, что дают, ни от чего не отказываюсь, беру и делаем обзоры. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok